Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я расскажу про новый набор линейки LEGO Technic автобетоносмеситель 42112, или просто бетономешалка. Бетономешалок в LEGO Technic пока у нас не было, в LEGO City было несколько штук, поэтому, когда этот набор только анонсировали, еще фотографий не было, но уже появился к нему повышенный интерес, потому что это не какой-то опять шестой автокран, а какая-то новая техника. Я считаю, новые техники это здорово, но с этим набором не все так однозначно. Сейчас будем разбираться, что у них получилось хорошо, а что не очень. Ну и по порядку начнем, как обычно, с коробки. Коробка вот такая, вроде небольшая, но достаточно толстая. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Итак, в коробке нас ждут две книжки с инструкцией. Мы уже привыкли, что в наборах обычно одна толстая книжка, но здесь снова они разделили на две. Не запаяны ни в какой полиэтилен. Как результат, видите, что замятый и немного ободранный край, хотя раньше защищали и было круто. Небольшой лист с наклейками. Ну, наклейки, кстати, мелкие, их тут довольно много. Кроме того, такой вот буклетик в Лего Ленд. Дети идут бесплатно, если родители оплатили вход. Две большие новые детали. Собственно, половинки барабана, в котором будет мешаться у нас бетон. Я видел, что у некоторых они поцарапанные. У меня, вроде бы, царапин нет, но вот вы видите, что они все какие-то пыльные, грязные. Очень странно. Вообще-то, неплохо было бы, да, их в отдельные пакетики положить, по типу того, как были диски у Ламборгини. Они бы защитили эти детали и от пыли, и от царапин. Вот так это выглядит внутри. Винтер Химеда. Я думаю, что больше всего этим деталям обрадуются строители ГВС-модулей, где шарики катаются. Почему-то мне так кажется. Ну, конечно, еще круче было бы, если бы эти детали были прозрачные, тогда прямо видно было бы, как там мячики перекатываются. Но здесь у нас будут не мячики, а другие детальки. Естественно, об этом попозже. На барабане мы видим принт. Деталь эта очень большая. Диаметр получается 13 отверстий, а длина 26 отверстий. Ну и как вы можете видеть, мы можем соединить их четырьмя пинами. Раз, два. Да даже тремя будет достаточно трех пинов. Берем вторую половинку. Легко сощелкивается. Получается вот такая вот огромная бочка. Здесь у нас есть такие вот крепления. Два ряда по три отверстия. Тут никаких креплений нету. Ну, что-то прикрепить, конечно, можно, но надо, видимо, использовать либо пины с бушем, либо вот такие. И тогда, возможно, сейчас посмотрим. Давай. Можно будет сюда что-то... Как-то она... Ну, вот вроде, да, защелкнулась. Но количество креплений у цилиндра, прямо скажем, ограничено. А еще он может укатиться. Я высыпал на стол, содержимое пакетов с номером один. Тут мы видим пару рамок. Всего на более четыре штуки. Только такого вида. Пара дифференциалов. К сожалению, старые. В новом цвете вышла вот эта деталь. Полезная штука. Теперь она бывает и беленькая. Ну, а остальное тут всякая мелочевка. Не буду подробно на ней останавливаться. Если что-то еще интересное появится, по ходу сборки покажу. Сборка будет разделена на четыре этапа. Точнее, на три. А на четвертом добавляется единственный пакет с номером четыре, в котором огромное количество вот этих вот шайб темно-серых. Ну, могли бы, конечно, порадовать фанатов и какие-то более полезные детали положить. Я даже не буду вскрывать этот пакет. Ну, зачем мне еще сколько их тут в этом наборе? Сейчас я открою парт-лист. В этом, в общем-то, не самом большом наборе таких вот дополнительных деталек, которые как бы изображают груз целых сто штук. На ваших экранах то, что получилось после первого шага сборки. Мы видим, что в модели будет задний привод 4х8. Рабочий макет двигателя рядный четырехцилиндровый. Не надо расстраиваться, они могли бы поставить сюда два больших цилиндра, и была бы рядная двойка вообще. А четырем цилиндрам надо радоваться. Рулевое управление. И пока, в общем-то, все. Я раскрыл пакеты номер два. Здесь у нас из интересного большой поворотный стол. Белая арка. Одна штука в наборе. Детали для раздаточной коробки. Вот эти вот, наверное, будут. 20 зубьев шестеренка, у кого еще нету. И это у нас предохранители трансмиссии. Мы встречали их в наборе 42-100 в огромном экскаваторе. Вот так вот они защелкиваются и будут выглядеть вот таким вот образом. Естественно, 8 колес и 8 49-х покрышек. Мне нравится, как они выглядят, но, естественно, у них есть свои нюансы. Если не забуду, коснусь еще попозже этих деталей. Еще один беленький соединитель. В наборе их будет аж 6 штук. Вот такие серые панельки, которые мы уже видели в наборе 42-107. В этом наборе их будет 3 пары. Вот на втором шаге похоже 2. Шестеренка на 36 зубьев. Ну и по большому счету, наверное, все. Переключатель. Немного похоже изменилась форма для литья. Хотя, я думаю, в сути это не меняет. Да, сейчас крупным планом покажу. Слева старый переключатель, а справа новый. Ну, по сути, изменилась только форма отверстия. Больше ничего похоже не поменялось. Сейчас посмотрим. Вот в старое не до конца заходит пин. В новый тоже так же не до конца. То есть, идентичная деталь, но почему-то немножко изменилась форма. На втором этапе заканчивается сборка всех механизмов. Остается добавить кабину и барабан. Тут для него заготовлено как раз таки место. Добавлена раздаточная коробка. Вот она. На собранной модели я покажу, как это работает. Систему разгрузки. В пакете с номером 3 у нас большое количество темно-синих и синих деталей. Причем тут есть много интересного. Давайте начнем с темно-синих. Такие панели были только в одном наборе. В эксклюзивном 41.3.9 внедорожники. Такие детальки встречались пока что только в Bugatti 42083 в темно-синем цвете. Таких в наборе 5 штук. Вот уголков 2 штуки. Эти детальки давным-давно не встречались. По-моему, в Биониклах в начале 2000-х в одном наборе всего были эти детали. Эти детальки тоже давно не встречались. Балки длиной 5. Из синих деталей тут есть тоже кое-что редкое. Вот, например, такая деталь 5 лет не встречалась. Варекси была. Есть тут некоторые другие. Вот эти вот тоже редкие. Сначала 2000-х не встречались. Эти, по-моему, с 2009-го не встречались. Парочка вот таких оранжевых коннекторов нам уже знакомых. Пара серых уголков, которые используются будут как сидушки. Такие вот серые загнутые трубочки. Ну и по большому счету, наверное, все. Что можно сказать про сборку? Я бы не назвал ее суперинтересной и суперувлекательной, но в то же время она и не раздражает. Здесь нет больших каких-то одинаковых кусков, которые надо было бы по несколько раз собирать. Конечно, если вы уже собирали большие наборы, сложные, флагманы, то вам будет неинтересно собирать этот грузовик совершенно. Но если вы в Леготехнике недавно, то я думаю, что вы получите удовольствие от сборки. Есть тут кое-какие механизмы. Та же раздаточная коробка. Есть на что посмотреть. Итак, перед нами модель в сборе. Модель довольно большая. Грузовик порядка 40 сантиметров в длину. Здесь есть минимальная детализация, фары, дверки открываются, руль не то, что не вращается вместе с колесами, а он вообще не вращается, он там намертво насажен. Выхлопные трубы. Лучше бы они их не делали. Такое ощущение, что они вот здесь спилены за кабиной. Выглядит очень странно. Ну, повторюсь, детализация минимальная, не ради внешнего вида он создавался. Ну, отдельные моменты прям бросаются у глаза, например, дырка в крыше. Добавили пару пинов, пару балок было бы гораздо лучше. Функции у нас здесь три. Ну, или если быть точным, четыре, потому что вращение барабана в разные стороны дает нам, по сути, разные функции. Давайте начнем с простого. У модели привод 4х8, задние колеса ведущие и в кабине вот там четырехцилиндровый рядный поршневой двигатель. Ну, вот там вот видно, как поршни ходят вверх-вниз. Следующая функция рулевое управление. Колеса поворачиваются на небольшой угол. Модель не очень маневренная. Нужно много итераций, чтобы тут развернуться. Ну, и следующая функция это перемешивание бетона. Для этого нужно подключить барабан, который вращается вот так вот свободно, не будучи ни к чему подключенным. Например, к идущим колесам делается это, если я не ошибаюсь, вот так. Да. Катим модель вперед, барабан вращается в одну сторону, назад в противоположную сторону. Барабан, кстати, закреплен только спереди. Если модель брать за барабан, то он вот так вот оттопыривается. Но, в целом, тут все вроде надежно сделано. Модель не разваливается. Даже за бак для воды можно брать. Тоже ничего не отваливается. Модель прочная. Ну, а с другой стороны у нас есть ручка, которую тоже нужно подключить во втором положении раздаточной коробки к баку, к барабану. Подключается вот эта ручка. И можно тоже в любом направлении барабан вращать. Ну и теперь давайте в него засыпем то, что нам предлагают. Возьмем темно-серые шайбочки. Я не знаю, сколько штучек их засыпать. Ну, пусть будет какое-то количество. Сто штук я точно туда не буду закидывать. Мне же их потом по полу обратно собирать. Итак, подключаем к шасси. И когда у нас модель едет вперед, все это дело должно перемешиваться. С таким вот адским звуком это все происходит. Если там будет больше деталей, то звук будет еще громче. Ну, а если мы будем катить модель задом, я так понимаю, что скоро это все начнет самостоятельно разгружаться. Да, посыпалась. Вот таким вот образом. Ну и, соответственно, все то же самое можно делать вручную. Вращать ручку, либо чтобы оно все разгружалось, либо наоборот, вручную перемешивать. Содержимое барабана. Детали очень громкие. Может быть, будет интереснее. Не то, что интереснее, а приятнее играть, если туда какую-нибудь фасоль засыпать. Я не знаю. Надо поэкспериментировать. Но с деталями это та еще погремушка. Через некоторое время, очень короткое время, это прям сильно надоест. Приятное дополнение это вот такая вот система разгрузки. Желоб, который можно повернуть влево-вправо. Вот, допустим, у нас грузовик стоит по диагонали. И мы хотим разгружать сюда без проблем. Желоб поставили. И в обратную сторону начинаем вот таким вот образом рассыпать детальки и создавать проблемы самому себе. лучше использовать какую-то емкость или как-то ограничивать зону разгрузки, потому что собирать и искать эти детальки вы устанете. Недаром их 100 штук. Наверняка очень скоро их станет намного меньше, если активно играть с этим набором. Вообще перемешивать там можно любые мелкие детали. Попробуйте догадаться по звуку, что там сейчас. Там черные пины. Много черных пинов. Вот, честно, я уже устал от этого звука. Устанете и вы. Все. Барабан пуст. Ничего не осталось. Ну и теперь, когда мы посмотрели, что из себя представляет эта модель, давайте попробуем рассуждать, что в ней хорошего, а что плохого. Я бы начал с функции. Не считая вот эту функцию разгрузки, это просто машинка, которую можно катать и больше ничего с ней не делать. Функция разгрузки. Новая функция. Функция необычная. Вопрос в том, за сколько времени она надоест. Ну, это, конечно, уже зависит от каждого человека индивидуально. Мне кажется, что она надоест довольно быстро. И вот тут я понимаю, почему LEGO штампуют постоянно с завидной регулярностью автокраны. С автокраном понятно, как играть. С ним интересно играть. Все знают, как играть с автокраном. Никто не знает пока, что как играть с бетономешалкой. Потому что бетономешалки – это редкость, вообще говоря, да? И в этом плане со стороны LEGO, естественно, это некий эксперимент. Они выпускают новые техники. Не знаю, приживется она или нет. Тут, мне кажется, определяющим фактором, как обычно, будет цена, как ни странно. Вот на старте продаж сейчас эта машинка стоит под 8 тысяч, а то я видел даже больше 8 тысяч рублей. Вот купить такую штуку за 8 тысяч, чтобы просто катать, ну, мне кажется, это вообще перебор. Как донор деталей, то же самое. За 8 тысяч здесь не так много деталей. 1160, по-моему, с чем-то деталей. Из них 100 вот этих сомнительной полезности шайбочек. Две вот эти огромные половинки барабана, которые, я уверен, у большинства самодельщиков будут просто лежать и пылиться, и будут использованы, ну, один раз в жизни, или вообще ни разу в жизни. Ребята, кто мечтал об этой детали всю свою жизнь, покупайте этот набор. Деталь классная, все работает как надо. К вам это не относится. Ну, и если не брать во внимание барабан, остается коробка, колеса, несколько деталей в редких цветах, в темно-синем, в частности. И этот набор деталей, ну, он не тянет на 8 тысяч. И визуально тоже модель, как игрушка. Ну, ты смотришь на нее, ну, да, грузовик, он не очень маленький, ну, это просто пластик, и он тоже как-то визуально не тянет на 8 тысяч. И по функционалу. Ну, и в этом плане, по функционалу, лучше тогда взять на таких же колесах 42-108 кран. В нем больше функций, понятно, как им играть. И, ну, да, наверное, им интереснее играть. Небольшое лирическое отступление про внешний вид модели. Даже не про внешний вид, а про колеса, потому что сам внешний вид тут нечего особо обсуждать. Особо не заморачивались тут дизайнеры. Моделька задумывалась просто как игрушка. С демонстрацией основной функции много есть дыр, которые очень легко заделать и значительно улучшить модель. Можно доработать пространство за кабиной, выхлопные трубы, ну, и много тут еще каких-то мелочей. А про колеса, вот что я хотел сказать. Мне нравятся вот эти 49-й колесики. Они выглядят прикольно, и грузовички на них выглядят прикольно. Но я, конечно, надеюсь, что LEGO когда-нибудь выпустит более пропорциональные колеса, потому что, если мы посмотрим, у бетоновешалок сзади должны стоять двойные колеса, а тут непонятно, это и не одинарные, и не двойные, какие-то полуторные ширины колеса. У LEGO, ну, почти все колеса непропорциональные, они все слишком широкие. Сильная сторона набора – это обучающая часть. Тут мы можем посмотреть воочию, как работают автобетонные смесители, как работает реальная система разгрузки бетона. Это интересно посмотреть, но не очень много раз. Я не хочу хейтить этот набор, говорить, что он скучный и неинтересный. Я еще раз повторяюсь, я рад, что появился новый вид техники в LEGO Technic. Я надеюсь, что будут еще новые появляться виды техники. Ну, просто, да, набор этот непростой. Непросто найти ему какое-то правильное применение. Но я думаю, что кому-то он понравится, ну, так же, как и кому-то он не понравится. Как обычно, прикрепляю списки деталей. Тем, кто заинтересовался этим набором, рекомендую дождаться скидок. Ставьте лайк, кто хочет, чтобы я сделал моторизованную версию этого грузовика. Ну, а на сегодня у меня все. Пора мешать бетон. Пока!